итак ребят всем привет сегодня у меня видео по чистке монет потому что как бы у меня сегодня выходной решил потратить с пользой короче очень часто задают вопросы как убирать с медных монет красноту я так понимаю это краснота вы имеете ввиду ржавчина или которую на лед остается после чистки моим средством ортофосферной кислотой это обычная пыль ее удалять можно при помощи обычной соды кажется соды или же латунных щеток кто-то также говорит что латунные щетки которые я называю их именно нумизматические щетки вот оставлять царапины и сегодня посмотрим и я вам покажу наглядно как убирать эту красоту и оставляют ли царапины на медных монетах так что у меня сейчас на столе именно знаете спонтанно решил записать этот видео сюжет я не готовился ничего и у меня небольшой такой производственный бардак но монеты чищу сегодня медные вот из большой кучи монет пока забраковал одну ну давайте я посмотрю и покажу вам именно что у меня за процесс наверное многим будет интересно так ну что покажу вам рабочее место вот у меня уже чищенные монетки я чищу их до чистого металла вот тоже при помощи нашей жидкости ну вот и при помощи своих нумизматических щеток вот такие вот монетки уже после ортофосфорной кислоты вот потом я их дать до чищевую как вы видите вот смотрите вы наверное имеете виду вот такая вот краснота на монетах остается когда вытираешь ну сейчас я вам все это покажу так после того как я монетки почищу я их конечно патинирую при помощи серной мази и монетки получаются вот такие черные затем затем я эти монетки могу осветлять немножко патину уменьшать при помощи стерки или же при помощи стальной щеточки вот подтираю также при помощи ушных если вдруг переборщу с резинкой вот затем я монетки так где есть у меня монетка да вот монетка у меня без консервации подняла рельеф вот такая монетка после того как меня устраивает рисунок я эти монетки уже осуществляю консервацию вот такие вот монетки у меня получается за консервированные в принципе и получается неплохо достаточно красиво такую монетку можно и в коллекцию на долгие годы и забыть если вдруг чего-то кстати вот видите одна страна у меня просто без консервации это законсервировано вот эта монетка ребята у меня на стриме будет ближайшее время разыграна так ну в принципе по этапу я вам показал что как происходит ну а давайте сейчас я вам покажу вот с этими монетами большую кучу я закинул ребята вы не обратите не обращайте внимание что я их кучкой закинул что они лежат друг на дружке но это ничего страшного при помощи ортофосорной кислоты единственный нюанс когда монетка ложится одна на другую будет темное пятно вот ну вы потом достаете ее не сейчас я освобожу руки после того как ребята вы монетку отмочили я беру и и протираю насухо остаются вот такие красные вы наверно про эти красные пятна и говорите затем я беру нашу щеточку щеточка блин неудобно будет опять и прохожу щеткой по этой красноте краснота как вы видите потихоньку но сходит иногда краснота может сойти сразу но когда она устойчивая мне приходится замачивать монетку несколько раз как вы видите краснота немножко становится как бы такой знаете не более такой сильный внятный я ее забрасываю обратно давайте возьму какую-нибудь монетку вот в данном случае монетка тоже красная и я хочу взять специально с чистой поверхностью чтобы вам продемонстрировать остаются на ней царапины после щетки или нет вот видите краснота остается какая так ну что с этой монетой в принципе еще рановато вам показывать что-либо так посмотрим еще одну монетку где-то еще одна была так вот тоже такой же александр второй с чистой поверхностью чтобы вам было наглядно потому что если я возьму николаевскую монету там рельеф там рисунки ну в принципе к сожалению она немножко подъедена мне нужно рельеф почище вот давайте здесь более-менее кавер нету и я вам наглядно покажу что щетка царапины не оставляет вот взяла щёточку и прохожусь не надо перебарщивать сильно давить не надо так как вы видите я щеткой прошелся но на монете также остаются темные пятна мне темные пятна не нужны так ну смотрим ребят монетка в принципе вот такого внешнего вида но рельеф к сожалению не гладкий то есть получилось монета как бы шершавая на ней налет был зеленоватый и монетка немножко подъедена вот так вот была такая стала вот такая после обработки латунной щеточкой ну что давайте ребят я все же вам покажу на примере копеечки александра второго потому что монета хорошо тем что она с гладкой поверхностью и на ней будет лучше видно остаются царапины или нет так монета с утратами какая-то дырочка здесь у нас имеется вот сейчас я пройду по монетке нашей щеточкой и под микроскопом макросъемки я вам ее покажу вот видите сейчас мне эфира я зачищу ребят и так ребят для чистоты эксперимента то что эта монета к сожалению убитая она шершавая я возьму еще одну монету тоже из жидкости она немножко получше тем что рельеф на ней очень хороший ровные чистые места достаточно приятные вот она копеечка я также беру щетку с одной стороны где номинал видите да один копеечка двадцать четвертого года я прохожу латунной щеточкой прохожу снимаю эту красноту а с другой стороны ребята с другой стороны я сейчас пройду уже стальной щеточкой это чтобы был показатель со стороны герба прохожу стальной ребят сильно нажимать не нужно потому что от стальной может еще остаться царапина но это мы сейчас с вами проэкспериментируем и посмотрим при очень близком приближении структуры монеты запомнили да со стороны герба мы прошли стальной а со стороны ореха мы прошли латунный сейчас отправляемся к микроскопу и посмотрим остаются царапины или нет итак ребят берем монетку как вы видите все та же одна копеечка двадцать четвертого года и ложим под микроскоп что мы видим где мы чистили именно латунной щеточкой царапин не видно нет царапин ребят в принципе все годно царапин на ней нет это мы видим прямо отчетливо сейчас вот вот именно здесь вот видите ли царапин нет ребята нет царапин видите на поверхности на поверхности нет царапин ни одной перевернем монетку где у нас проходили стальной щёточкой так возьмем какую-нибудь гладкую поверхность на рельефе царапины вы не заметите гладкую поверхность вот здесь к примеру возле звезды никаких царапин вы не видите если есть какие-то царапины то это при жизни были вот здесь вот видите царапина это было при жизни потому что она не свежая не белая в принципе как вы видите все хорошо царапин нету если микроскоп не видеть царапины то глаза точно не увидит дальше берем монетку ту которую царскую александра второго на ней рельеф отвратительный но все равно поверхность она шершавая это мы видим все под микроскопом здесь немножко она с патиной то есть не до чистого металла и если бы были бы царапины то чистый металл бы очень хорошо бы проявлялся но здесь нету видите да ни одной царапины вывод какой что наши латунная и стальная щёточка я их называют нумизматические царапины на металле не оставляет по крайней мере так как я работаю с легким нажатием они работают достаточно уверенно ну и все ну что ребят посмотрели мы наши монетки под микроскопом как вы видите все получается хорошо царапин на них нет под микроскопом мы все видели вот вот ну давайте повторюсь немножко с то что чищу я вот такие вот монетки конечно ужасного сохранщика убитые даже я даже с уверенностью могу сказать что из этих вот монет наверное три четыре монетки будут как аликами как я уже забраковал вот такую монетку да ребят я забраковал здесь вроде орел проглядывается нормально а с другой стороны просто напросто лысо и я ее как бы все больше с ней ничего не будут это просто металлолом вот такие вот монетки потом я забрасываю их сюда они чистится поэтапно как поэтапно я их достаю периодически где-то минут через 5-10 монету протираю при помощи наших щеточек вот если красные темные какие-то пятна остаются я их забрасываю до тех пор пока меня не устроит сохран монеты то есть монетка должна быть как бы чистая чтобы рельеф все было достойно но как вы видите на этой монете она полностью чистая вот так же я допускаю вот такие вот монеты в каком плане я допускаю небольшая темнота и на монете имеется но на ней нету болячек ребята нету потому что я все равно их буду патинировать патинирую я вот таким вот способом при помощи обычной серной мази вот она серная мазь после того как они просохли я поднимаю рельеф вот таким вот образом здесь она уж конечно потемнело перед тем как поднимать рельеф нужно как бы в этот же день и наложить консервацию вот так и после консервации монетки получается вот такие вот красивые не темнеют тем самым достойный красивый экземпляр кстати хочу сказать эти монеты которые у меня чистится в данном случае они у меня будут разыграться на следующем стриме да ребят спешите торопитесь скоро будет разыгран вот такой вот пятачок сибирочка я его почистил до чистого металла естественно будет поднят рельеф законсервирован примерно будет выглядеть вот так так что спешим на мои стримы ну а сейчас попрощаюсь и скажу вам кое-что по моему рабочему инструменту это по щёточкам и конечно же по жидкости обращаемся и смотрим до конца да и чуть самое главное вам не забыл забыл сказать то что таким средством каким использую я ортофосфорная кислота щеточки до чистого металла серная мазь и консервация при помощи лака и это же конечно ребят на любителя и дорогие монеты я вам не рекомендую чистить этим способом да и вообще не рекомендую чистить никаким способом дорогие монеты должны чистить непосредственно специалисты дабы не испортить монету так что это очень очень важно и так ребята в общем принципе посмотрели все у нас хорошо получается если вы также хотите но нет просто возможности мне очень задают часто вопрос а где взять такую жидкость а где взять такие щеточки у нас таких нету я всем говорю где их можно взять но есть такие деревни населенные пункты где такое невозможно жидкость вот она основана на ортофосфорной кислоте это преобразователь ржавчины нейтрализатор ржавчины вот компонент всего два это ортофосфорная кислота и вода больше компонентов нежелательно если у вас есть возможность приобрести ортофосфорную кислоту в чистом варианте то ее нужно мешать всего-навсего один к трем с водой и жидкость будет готова работать будет хорошо и это же жидкость уже в готовых пропорциях заливаете ничего ничего мешать не надо и монеты забрасывайте вот так же по щеточкам идут в комплекте три щетки это пластиковая щетка стальная щетка и латунная в общем я их использую везде и всегда например стальную я использую также для советских монет это медно-никельный сплав царапины не остаются латунную щетку тоже использую для золота партии для медных монет эту же монету я у эту же щеточку я использую когда осуществляю патинирование и небольшой слой патиной мне нужно снимать потому что патину я накладываю при помощи серной кислоты серной мази если же все-таки монеты стали черные я могу излишки при помощи этой щеточки снять вот использую эти три щетки я их называю нумизматически потому что они очень очень хорошо подходит так что если кому-то необходимо такой комплект чистящая жидкость и щеточки обращайтесь в к или же все-таки через под видео будем созваниваться списываться и я вам буду отправлять стоимость все обговорим сколько стоит но с вас конечно еще будет в почте пересыл ну на этом и все все у нас красиво получилось принимайте участие на стримах на розыгрыше монеток будут у вас шикарные находки ваших коллекциях так что на этом и все обязательно ставим колокольчик чтобы не пропустить пальчик кверху за трудосторание но если случайно назобрел на мой канал то подписывайся у нас очень много интересного веселые выходы зачетные находки в общем как то так до встречи на копе пока а